добрый вечер и друзья поздравляю всех с международным днем джаза огромные чувства переполняют мой душ потому что такой праздник все заняться поздравляют это так замечательно что такая великолепная идея пришла голову легенде мирового джаза выдающемуся пианисту и композитору хэбби хэнкоку он убедил бы будучи послом доброй воли юнеско он убедил о том что необходим для джазовых музыкантов вот именно такой день в этот день мы признаем о том что существует один из важнейших видов музыкального искусства джаз и самое главное что в джазе основная основное его отличие от всех остальных что импровизация ставится во главу угла импровизация которая которая является ключевым моментом мы готовимся мы изучаем мы сочиняем в этот момент и мы каждый раз ищем что-то новое в импровизации каждый раз по-другому потому что нас и привлекает импровизация почему потому что мы не повторяемся мы не можем повторять одни и те же чувства они могут быть сильнее они могут быть слабее они могут быть не такими до нашей любой любые чувства но они каждый раз раз один и тот же кофе может быть сегодня горьким а завтра может быть сладкий а позавтра мы вообще пить не хотим я про кофе про другое не говорю и поэтому для нас сегодняшнее признание джаза как как форма как виды искусства о том что сегодня все звонят спрашивают поздравляют говорят это вызывает огромный интерес это событие поэтому мы очень благодарны юнеско ирине боковой хэрби хэнкоку и леоноре метрофановой всех тех кто поддержал эдуардо джиникидзе всех тех кто поддержал эту великолепную идею нам повезло и еще в том что в 2018 году global all-star концерт концерт мировой всех звезд который делает раньше это был институт хэрби хэнкока и каждый раз выбирается город для этого события и в 2018 году был выбран санкт-петербург дело все в том что это было очень важное признание того что в нашей стране в россии действительно джаз любит он популярен он его изучают даже музыкальных школах и этот вид искусства с 20-х годов до стал у нас очень любим народом причем не просто элитой как многие говорят джаз это элитное элитарное искусство элита нет он его любят от мала до велика от простых так сказать людей труда до академиков и высшего руководства я не хочу сказать что что это хорошо или плохо я просто констатирую факт и 2012 году мне посчастливилось быть на первом all-star global концерты как концерты который проходил в париже тогда это было но вообще события из ряда вон потому что со всего мира съехались музыканты которых многих я и не знал и даже на что существует джаз допустим там как нас называется страна берут ливан ливань берут великолепный музыкант берут вообще потом когда я начал узнавать оказалось что берут вообще был джазом городом там-то очень часто выступал рэнди брекер рассказывал потом максим когда разговаривал рассказал том что там проходили великолепные джаз фестивали приезжали музыканты из пакистана были музыканты из 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 марокко были музыканты японии китая какие у нас есть индонезии поэтому поэтому ясно что это действительно день международный день джаза мировой он все страны имеют свои герои своих гениев своих таскать представителей со своим особенным видением джаза она не лучше не хуже она свою каждый музыкант если он становится на таком уровне то он конечно индивидуален и конечно было приятно участвовать и выступать вместе там был и джордж бенсон и уэйн шортер и хэрби хэнкок и эл джоро да и там и диди бриджи уотер и даяна ривзи уже пи 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 первый был настолько мощный настолько феноменальный что тут трудно и тюма сакела был замечательный трубач из южной африки день джаза потом был стамбул была осака был вашингтон до куба очень был интересный конечно день джаза на кубе когда много было кубинских музыкантов много общались много джима вали курили сигары ходили в клуб хэмингуэй где хэмингуэй пил свое знаменитое как называется как называется маргарита вот маргарита мы пили вместе по уходе летил брюнер был замечательный трубач из германии звезда был иван линц композитор и пианист то есть картеллинг картеллинг это наша была постоянная компания на кубе много говорили но самое главное я помню первое самое большое впечатление самое большое было событие для меня в первом в первом дне джаза 2012 году в париже когда меня пригласили на встречу с ириной боковой в то время директора general генерального директора юнеско была леонора валентина метрофанова и мы сели втроем я подарил есть свои диски проверяющий диски некоторых наших музыкантов которые выпущены были на нашем лейбле и сказал это русский джаз и я сказал что уже будучи под впечатлением того что тогда происходило еще концерта не было главного но видите мастер-классы те встречи французские музыканты как общались наши звезды со всеми совсем так сказать мировым сообществом я понял что нам надо россии провести такой замечательный праздник и вот шесть лет пять пять лет я работал над тем чтобы санкт-петербург увидел разговаривал много с хэрбе хэнкоком рассказывал про русский джаз кто играет он играет историю привозил ему немножечко черные икры говорят о том что ее можно попробовать больше если сделать русский джазовый такой день джаза петербурге там говорю просто очень много хэрбе хэнк правда не есть икру но но очень любит так что тогда я и заложил в головы этих великих людей что надо это обязательно провести в россии в россии тогда уже выбрали санкт-петербург когда ближе стало к делу разговаривали прижала комиссия юнеско не показали все концертные залы санкт-петербурга мы рассказали о том что может быть как будет организовано роман христюк исполнительный продюсер того этого знаменитого дня и исполнительный продюсер наших фестивалей задумал очень много интересных активностей в этом плане у нас и троллейбусы ходили с наклейками джаза и трамваи и звучала музыка и в центре города и в различных музыкальных учебных заведениях были мастер-классы вот все это я показал и рассказал тогда ирине боковой и хэрбе хэнкоку о том что вот это конечно мы ждем этот день нам он необходим потому что у нас действительно эта музыка наконец-то получила достойное признание одно название академии джаза о чем о чем говорит просто название даже чтобы мы там не делали я там директор но чтобы мы там не дели само название вселяет нас огромный оптимизм и это все тоже благодаря международному дня не джаз а что уж происходит по всему миру можно сказать о замечательных концертах который проводит проводил все эти годы анатолий шерыч кроу да все эти дни джаза благодаря поддержке представителя нашего замечательного представителя эдуарда григорьевича аджи некидзе сколько было замечательных концертов которые объединяли наших выдающихся джаза музыкантов со всей россии причем это были не просто только столичные города но и представители города томска оркестр кадират надо оркестр владимир толкачева из новосибирска и от оркестры из училища имени музыку сергея богданова оркестр кирилла бумякина филармонии джаза и музыки оркестры олега лунстром оркестр академик бэнта анатолия шерыча кролла оркестр сергия посада которым руководил сейчас уже не покойник славка дерзкий но и многие 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 другие великолепные музыканты вокалисты пианисты джаз саксофонисты то есть этот день джаза и у нас имел огромное огромное средство я можно сказать еще о концертах филармонии джаза и музыка который проходит 30 приходили 30 апреля каждый каждый раз собирали весь цвет санкт-петербургского джаза в кафе evergreen в екатеринбурге проходили концерты в день джаза с участием звезд екатеринбурга и челябинска и урала до в уфе и где только где только нет не было этих замечательных концертов которые проводили уфе проводил олег кассимов олег киреев концерты в губернаторском клубе новокузнецкий это вообще самый масштабный джазовый клуб страны и наверное самый древний такой из успешных я имею то то ольга юшкова проводит там 30 апреля тоже феноменальные концерты мастеров джаза кузбасса уже со своим биг бендом губернаторским оркестром джаз клуба геликон да и другими выдающимся музыканты же музыканты со всей сибири из красноярска из из улан-удэ оркестр замечательный из ангарска что происходит в владивостоке тоже филармонии всегда подготавливать этому дню 30 апреля великолепные концерты это то что я знаю так вот на память я не готовился у меня нет бумажки нет ничего не записано все здесь это мы переживаем какие-то уникальные времена с точки зрения отношения отношения джаза сегодня и сейчас и будет идти марафон который делает удивительный фестиваль как тебе джаз партии до михаил иконников ведущий дмитрий киселев главный организатор этого мощного джазового марафона в поддержку наших медиков поддержку с огромной благодарность хочу сказать благодарность нашим докторам медикам медсестрам волонтерам дорогие друзья мои просто не представляете масштабов на самом деле трагедии которая происходит и конечно на огромный огромный труд огромной самоотверженностью наши доктора наши людям медицины идут на огромные риски спасая людей ведь это такая непростая болезнь я не специалист но зная некоторые вещи из газет я могу сказать что все гораздо серьезнее чем мы думаем и но благодаря нашим медикам эту задачу мы решаем мы это зачем мы решаем хочу давать ей оценки у всех разные мне даваться в эти подробности в день джаза где медицинского работника конечно мы обязательно об этом поговорим но благодарность низкий поклон всем тем кто сегодня на переднем крае вот действительно разбирается этой проблемой и и риск они рискуют своей жизни вот ну а день джаза сегодня мы делали с евгением по божьим мастер-класс сегодня яс как уже сказал сегодня идет марафон поддержку наших медиков которые проходят в москве есть джазы марафон который проходит в санкт-петербурге проходят события в рязани надо поговорить нашего другу геннадия филина с тем что он организовал свой марафон на в рязани идет марафон в ростове-на-дону за это мы должны благодарить адама тира циана отдам тира циан президент международного конкурса мир джаза в котором на котором я уже рассказывал на котором мы впервые увидели в хорошем смысле этого слова от олега аккуратова услышали и увидели там будущего победителя конкурса хэрбэхэн как и евгения побожьего увидели замечательных музыкантов ивана окатова антона чекурова лима розова данина никитина сергея корчагина замечательный барабанщик санвел саркисян который сейчас проживает нью-йорке на который блестящий музыкант тоже на первое место вообще удивительно да иди дмитрий зинаков великолепный трубач так что мы хотим выразить огромное уважение и благодарность адама тира циана за великолепный организованный конкурс мир джаза который еще начинал при великом киме назаретове но потом подхватил инициативу адам тира циан адам мартынович и один из главных эдюкейтеров до гуру образования джаза адам тира циан так что сейчас идут большие события выступаем мы записываемся онлайн конечно преодолеваем огромные технические сложности для того чтобы объединиться мы разобщены но музыка нас объединяет нас объединяет микрофон нашего телефона нас объединяет наш метроном наш метроном вперед летит вне джазе остановка другого нет нет у нас пути на сумке саксофон у меня у кого-то труба ну вот так что прошел наш мастер-класс евгением побоже мы встречались нашими замечательными студентами академии было приятно что мы еще и специально не договаривались во время нашего мастер-класса ребята выбирали такие в общем-то не тривиальные джазовый стандарты которые они играли готовили мы немножко обсуждали мы очень поверхностно поговорили за 45 минут он был очень сложно провести какой-то действительно такой мощный мастер-класс но тем больше ребята были на разных инструментах но самое главное что мы поговорили о джазе подели опять о том насколько важно идти к истокам откуда произошел же где он соединился почему вывелся именно в такие формы и как надо не забывая то что есть создать то что будет впереди нас как сделать так чтобы найти что-то новое собственные интонации до нации собственно основанные на предыдущих интонациях найти интонации которые вообще ни на чем не основаны как их найти но это высшая математика поэтому сначала ты становишься первозрядником и знаешь три гаммы потом ты становишься на этом мастера спорта ты знаешь 12 а потом ты знаешь пентатонику а потом ты знаешь лады а потом ты знаешь соединения разных ладу и так далее так далее вот и сегодня мы конечно об этом поговорили но мы должны говорить об этом чаще и благодаря вот этим событиям которые происходят мы наконец-то оценили всю возможность выходов в эфир онлайн да вот именно facebook instagram контакт что там у нас есть чтобы действительно разговаривать о насущных каких-то проблемах вопросах рассказывать вообще для меня огромное удовольствие было тогда когда я поступил сначала в оркестр олега лунстрома и с бывалыми музыкантами да вот сбывала на сумме в поезде когда едешь надо должен в уфу ну там почти 24 часа на 2 больше вот ты едешь и сидишь купе и звезды советского джаза иван юрченко великолепный барабанщики и оркестровые такой малом составе замечательный рассказчик и человек рассказывал истории их выступление оркестра лунстрома на джаз-фестивале семьдесят омом году в праге вот тогда немного коллективов выступала из советского союза просто было немного коллективами и они не имели статуса джазом но в семьдесят омом оркестр олега лунстрома вместе с геннадием гальштейн поехали в прагу и выступали и произвели огромное впечатление на и публику и своих музыкантов коллег как чехословаки так и конечно из америки потому что да в этот же день выступал оркестр насколько я помню оркестр кларка терри и оркестр кларка терри потом во время своего выступления послушаю выступление оркестрами гусора пригласил нескольких солистов это геннадий гаштейна вячеслава назарова по моему станислава стрельцова станислава станислава григорьева пригласили выступить вместе с оркестром кларка терри это конечно было огромное признание тогда вот этих великих мастеров иван юрченко тоже был признан одним из по-моему даже что такое что такая легенда история что иван юрченко играл на барабанах с оркестром кларка терри потому что там у них барабанщик заболел чехословакский барабанщик не справа позвали даже иван юрченко но кстати эту историю я слушаю когда мы едем в купе купе чай заказываем там у кого-то есть бутерброды вот александр беренсона всегда был чуть чуть больше продуктов чем у меня родители у него были лучше готовы к нашей тяжелой жизни вот и у саши всегда был очень хлебосольный всегда отделился всегда до всех угощал у нас было буквально мы же молодые зачем как мы можем еще зайти в купе к старшему предложить что-нибудь перекусить ну вот мы заходили и сидели слушали эти уникальные рассказы рассказы вячеслава назарова мы все помним знаете почему я об этом говорю потому что в день джаза хочется вспомнить тех людей которые какой-то степени повлияли на меня на мою мое нутро как джазовым музыкантом которые были очень искренними очень талантливыми людьми от вячеслав назаров уникальный музыкант про него блестяще написал свои книги николай очки ливиновский о том что вроде бы вячеслав так особо не учился нигде да не закончил навсегда писал без ошибок а николай акцию тонко точно разбирается в русском языке великолепные знания эрудит он говорил о том что слава никогда в общем-то не 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 занимался на фортепиано но блестяще мог сыграть любую партию фортепиано допустим том же аллегра николай римовского или сесть за рояль и играть все все произведения с оркестром устрема не не репетируя то есть уникальный музыкально одареннейший человек блестящего в шахматы блестящий играл футбол настольный теннис боксировал однажды свое время ресторане в уфе побил главного боксера уфы он просил мне не говорить но прошло уже столько лет стал мать как он ушел поэтому уже можно рассекретить и вот разговоры иван юрченко вячеслав назаров а кто там у нас еще был владимир колков тенор саксофонист который тоже нас опекал борис савельев второй барабанщик потом появился андрей товмасян да владимир данилин владимир с владимиром далее мы проработали полгода но это блестящий музыкант стилист великолепные знания джаза великолепное знание гармонии блестящий слух блестяще все как у нас и журил когда вы плохо играли и как и хвалил в то же самое время когда мы играли хорошо это было приятное общение и истории были были очень важны нам надо было понять как почему почему эти музыканты так играют на что они обращали внимание как они жили сколько они занимались если с вячеслав назаров занимался мало мы понимали что нам как раз надо заниматься гораздо больше для того чтобы иметь ту возможность и также добиваться такого же результата музыкального как добивался слова вот просто хочется этих музыкантов вспомнить валерий куцинский аркадий татаринов блестящий баритон саксофонист и кларнетист валерий куцинский тогда я увидел первый раз с германом лукьянов высокий по ходу такой же высокий как рон картер только крупнее это было это было очень интересный музыкант тоже имел большое влияние в оркестрию точно солидные великолепный музыкант немного словно мы немного разговаривали но приятно его вспомнить а дальше я уже был в купе в ансамбле аллегра работой дед галащикиным у нас не было возможности так часто разговаривать мы не часто ездили у нас были порядке один раз в москву на фестиваль на между московский международный фестиваль по 80-м году когда в спортивно-концертном комплексе дружба в лужниках был тоже большой фестиваль где я увидел своих уже кумира тогда и аллегра лукьянов и оркестр василевского по моему михаила не владимира василевского володя селевский анатолий василевский да это его старший брат слава богу жив мы празднули 8 празднуем 80-летие это великолепного музыканты панжировщика и композитора тоже кстати отмечаем день джаза то ли поздравляю тебя с днем с днем рождения желая восьмидесятилетия желая всего самого-самого доброго и лучшего вот значит мы дальше аллегра купе с аллегра ну виктор двоцкин фотограф блестящий велосипедист шахматист много с ним смешных историй с виктором борисович им было когда мы с ним играли в шахматы мы с ним в общем-то оба великолепно играем в шахматы поэтому имея обладая одним и тем же потенциалом и великолепным знанием шахмат мы всегда сражались на равных вот и конечно иногда побеждал это боеще надо я александр минулович фишер с нами работал с ним тоже очень интересно блестящий музыкант эрудит великолепный звук и и великолепное знание музыки просто блестяще меньше с ним общались но его рассказы о том как он начинал и как он переехал в москву и делал тоже работал в оркестре устроена был блестящим солистом потом стал работать в ансамбле аллегра николая ливиновского ну вот виктор двоцкин один из моих любимых тогда музыкантов контрабасистов конечно был его советы были очень важны для меня не зажимайся не занимайся тем или этим мы всегда на эту тему очень много разговаривали вот день джаза в этом году должен был быть кейп-тауне и мы все ждали этого события но не дождались не знаю когда теперь он пройдет отложить его на год или все-таки проведут каким-то экстерном не знаю но мы конечно очень расстроились и конечно надеемся многих мы и потеряли в этом году очень много джазменов ушло жизнь некоторые из-за коронавируса некоторые просто ушли не хотелось бы их вспомнить сегодня от мне позвонил мой друг замечательный музыкант композитор игорь эфессон с которым нас записаны его свита который посвятил мне и башмета записаны и были его другие произведения которые сделаны сделала аранжировки с его супругой скрипачка екатерина асташовой но сегодня он позвонил мне игорь игорь слышь видишь что я слушаю и я услышал что он слушает мой первый альбом записаны который назывался falling out falling out был записан в америке замечательным звук режиссером джиме джиме эндерсон который записал последние последние альбомы джо хендерсон мне очень нравится звук который добивался сафоне ну как джо хендерсон так и конечно его записал очень здорово джиме эндерсон поэтому я пригласил на эту запись на эту запись также я пригласил эдди гомаса с которым мы уже имели счастье работать вместе с андреем контаковым нас сложились добрые дружеские отношения и эти гомас выступил в роли продюсера этой записи я попросил и на эту запись мы решили вместе с ним он предложил пригласить марвин смите смита на барабан блестящего музыканта которого я услышал на на альбоме у дэйв холланды где он играл на его квинтетных альбомов мне очень рад как играет смит я очень был с ним не знаком но очень хотел познакомиться и сыграть эти гомас марвин смите смит и конечно же первое желание было пригласить легенду хэрби хэнка но хэрби не мог чиккории тоже не мог но я хотел пианиста с хорошим звуком и хотел оригинального музыканта и благодаря шахматам благодаря нашему знакомству еще с 1987 года я общался с лав мэйс и лав мэйс как никто мне нравился именно вот на фортепиано да если хэрби хэнкер чиккории не смогли то и первые кого про кого я подумал кого бы я хотел это был лайл мэйс и слоем мы разговаривали и он слушал меня в бостоне и тогда в бостоне когда он меня слушал мы играли музыку играл с гитаристом вольгу на муспелем замечательным австрийским музыкантом который выпускает свои альбомы на знаменитые 7 мы играли с вольгу но мы играли музыку более фьюженовую и в общем-то лайл не был под большим впечатлением от той музыку мы играли то что он сам тогда играл музыку спят на фене спадом метани их заметная группа под метани групп где одну из главных ролей играл лайл мэйс ему может было это неинтересно но я позвонил лайл у меня акустические проекты иди гомос марвин смит и смит я омнига тигр пришли мне музыку которую ты хочешь записать у меня был записан записана моя моя музыка была записана с квартетом квартета в этот входил барабанщик дэнис макрелл и барабанщик и аранжировщик замечательный каунт оркестр каунта бэйси входил туда замечательный пианист канадский стива миро из монреаля и на контрабасе был забыл но был хороший басист сейчас вспомню кошмар они нет харви шворц харви с сейчас он себя называет по моему по моему да 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 был харви шворц но не важно да по моему да по моему хороший был квартет но мы его записали студии но эту музыку я хотел записать именно я понял что мне музыка нравится но я хочу под может быть с другими музыкантами и и сыграть я послал эту музыку эту запись послал лайл мэйзу и ноты послал лайл мэйзу через какое-то время перезвонил и сказал игорь я готов с тобой записать и приехал он приехал нью-йорк и два дня мы писали альбом которым практически вся кроме двух пьес по моему оригинальная музыка мы записывали студии skyline сейчас ее уже нет но это была одна из самых знаменитых студий в нью-йорке то есть была power station skyline electric lady был еще знаменитая клинтон студии такие большие студии для для записи акустической музыки сейчас и конечно стало гораздо меньше электроника в общем-то этот этот вид записи постепенно убивает но все равно еще студии студии еще есть еще можно где-то записаться можно взять на нью-йорке можно выехать не джерзи или в коннектику то есть замечательный студии и вот мы в этой студии записали мой альбом это конечно было у них потрясающим опыт это было потрясающе конечно просто музыкальное и человеческое общение так вот лайл мэйз буквально месяца два назад ушел из жизни выдающийся музыкант ушел из жизни и тот человек который пришел к нам на триумф джаза он уже почти на воду сюда приезжал ему было что-то под под 90 к сожалению ушел жизни ликонец один из моих кумиров джаза когда я начинал играть его записи слони триста на потрясающие записи собственные записи его записи смайлс дэвисом и его зависи записи его сольных всех проектах это конечно уникальный оригинальнейший музыкант ну и человек блестящий кстати он пришел на мой концерт он пришел на наш концерт когда мы играли с германом лукьяновым в клубе birdland выдающиеся наши то есть нет более скромно великолепные нет наше выступление которое произошло в уникальном джаза клубе нью-йорке birdland традиции еще сороковых годов и конечно можно даже немножко сказать об о том как мы тут как как мы не то что попали как почему приехать туда с с германом лукьянов это тоже история достаточно интересный же герман константинович царство небесное тоже он был уникальный человек эрудит блестящий знаток и музыки и поэзии литературы великолепный шахматист тоже и я с ним не решился играть смысла нету зачем я только с вектором борисовым дворскому играть еще с Александром веренсон и с марсалисом вот с марсалисом мы тоже на одном уровне но очень любим так вот герман часто мне звонил мне занялся с того момента как когда я поступил на работу в ансамбль олега еще звонил тогда приглашаю свой оркестр он некоторым странным образом приглашал игру игорь есть две причины не работаем ансамбле вы любите создавать собственные ансамбли и вы я знаю хотите уехать в америку но это был восемьдесят пятый год кто-то не хотел уехать в америку и я говорю герман кстати знаете есть еще третья причина это работал в оркестр ансамбле николай римовской причина того что я в общем-то к вам не пойду в ансамбль если пригласить несмотря на две причины как по которым меня не пригласите если вдруг пригласить то не пойду но это было в шутливом шутливой форме это всегда было с германом никогда невозможно было по-настоящему ругаться или как-то на негативе честный великолепный честный потрясающий музыкант посвященный джазу поэтому мы с ним так и общались когда она уже начали когда я уже вернулся стал чаще он часто не спрашивал почему не приглашаю свой клуб выступать он выступал по раз но к сожалению стиль музыки стиль исполнения не всегда вызывал бурного интереса у публики а все-таки клуб должен является коммерческим предприятием поэтому наши артистические директора клубов не стали приглашать герман константин всего экспериментальным ансамбль но когда он не звонил я у меня говорю я гуру герман а давайте сделаем так что вы возьмете мой квинтет и да и вы добавитесь мы выучим вашу музыку и тогда может быть сыграем тогда будет и нам интересно я думаю коммерчески это будет более более рентабельно и вот герман константинович принес свои ноты мы их разложили сыграли у нас были какие-то разногласия в некоторых аспектах музыкальных но мы сошлись на том что ради музыки мы можем пойти на компромиссы и я и герман константинович и мы сыграли джазовом клубе когда это был ли клуб сыграли выступили и была публика и публика высказала довольно эмоционально свое одобрение нашим 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 нашему музыцируем мы сыграли один раз второй и буквально через несколько дней по 2-3 недели у нас должна была быть газ гастроли в америке то есть мы должны были выступить горло где у нас было четыре вечера четыре выступления в бердлэнде но это четыре выступления это 8 концертов потому что на каждый день у нас было по два концерта в день у нас был берлин потом у нас был концерт в вашингтоне тоже очень знаменитом клубе блюзалы тоже два концерта и потом я должен был ехать на концерт маска айдахо по приглашению доктора линд скиннера на фестиваль лайнла хэмптон и отыграв пару раз нескольких концертов клубе с ребятами я подошел к своим музыкантом тогда это был виталий соломонов антон баронин и эдуард зиза ягу ребята а что вы смотрите если мы возьмем с собой германа константиновича с его музыкой в дополнение обратно будет еще один музыкант олег олег гримов потому что нужен альтист такой состав был тоже был олег гримов блестящий саксофонист играл тогда у нас в оркестр сейчас он играет в оркестр олега лунстром и блестящий исполнитель на саксофонах и на кларнете на всех кларнетах на флейте я говорю тогда нам надо ну мы военные квартетом поедем уже с герман лукьянов придется пойти на некоторые финансовые уступки мы берем гонорар тот же а людей же будет больше плюс билеты на самолет и на все остальное но опять же так как музыкальные музыкальные составляющие была очень одобрена музыкантами значит из-за того что из-за того что музыкальный составляющим очень ребятам понравилось сказать давай поедем с германом это интересно и действительно бы был очень интересная программа герман константинович принес несколько интересных пьес и своих собственных и аранжировки на известные композиции были композиции лалаба бёрдлэнд композиции интересные пьесы основанные на русской народной песни бурлаков и и ухни и так далее так далее мы играли поехали этим с экстетом и выступали в бёрдлэнде и вот на этот концерт именно на эти четыре в эти четыре дня был большой успех у публики было очень много людей хозяин клуба наш наш друг джон валенте был очень доволен потому что ели и пили и слушали музыку ну и конечно мы были довольны тем что наш даже барабачик эдуард зизак фотографировал длиннющую очередь стоящий джаз клуб для на прослушивание нашего коллектива мы играли великолепно великолепную программу в бёрдлэнде но мы поехали туда да конечно пришлось ухитриться сделать герман константинович у которого не был загран паспорт из загран паспорт за один день сделать ему визу за два дня или тоже за да тогда были возможности вот это у нас это на мой рассказ про про наше выступление именно с германом с герман лукьянов который тоже конечно надо обязательно вспомнить в этот международный день джаза человек самый оригинальным сам прямом смысле один из самых оригинальных джазов музыкантов мира бескомпромиссный выдающийся и главное действительно оставил огромный след музыкальный музыкальной жизни джаза жизни россии советской союза и россии вот мы сегодня говорим о дне джаза конечно жалко что не все до него дожили а вот как раз на концерт даст герман к нам приходил ликонец который тоже ушел из жизни был у нас у нас потом я когда он пришел на этот концерт бердлинг я вот это значит я его и пригласил в россию там мы с ним и познакомились с ликонецом с этим великолепным музыкантом приходил и джордж бенсон к нам тогда гордин пришел мы празднули его день рождения он сказал что не празднует но но мы с ним посидели так основательно я потом боялся как он поедет на машине но сел свой ягуар который как называется кабриолет но это было в апреле что-то такое где-то где-то в это время или даже раньше в марте может были феврале был достаточно холодно и не открывая верха уехал а когда записаны джордж бенсон день рождения точно скажу сейчас скажу точно как когда мы когда у нас был один из концерт джордж бенсон вот приходил все конечно ленни уайт с которым с которым мы записали пластинку стареем контаком андрей контаков мой друг мой ближайший партнер по первым пластинкам которые которые мы записали который назывался блюз фуфор полностью музыка андрея контакова вся его все его великолепные интересные композиции единственное что он приехал нью-йорке и не знал кого пригласить мы конечно обратились иди гомоса который нам посоветовали уже познакомилась с ленни уайтом с которым мы записали два альбома вот третий альбом мы готов но у нас все не хватает времени хотя он готов уже лет 10 выпустить его наш квартет и струнный квартет тоже музыка и гомос и ленни уайта и андрей контакова ну вот мы надеемся что запишем такой интересный проект так когда родился 22 марта все точно я говорю март как у меня поймут а какие то есть что у нас с вопросами то я все говорю говорю день джаза все-таки а я все говорю в день джаза внезапно просят вспомнить виктора цоя и рассказать коротко о вашей работе ну в день джаза вспоминать о викторе цоя конечно хорошо я с удовольствием вспомнил с виктором цоем меня познакомил человек который не чувств джазу в свое время играл великолепно очень современный очень интересный джаз анатолия во первом еще одним с аксифоновым моим саксан с аксифоновым героем того времени тенорс тенорс вообще играл на всех инструментах то сергей тогда с ним познакомил сергей курёхи нам мы с ним подружились я бы правда моложе многие вещи что они говорили не были какие-то слова которые когда же не понимал смысл но чувствовал что не очень важны и попал так сказать вот в эту именно тусовку именно это общество роковых музыкантов которые общались рок-клубе которые играли по каким-то ну не подвалом но каким-то подпольным концертам и в институтах и там и сам и конечно это было интересное для меня событие знакомства с виктором цоем я не знал музыку виктор цоя только-только что-то слышала кино да это занимаясь джазом практически ничего не не мог а их и слышит так официально нет по телевизору нет по радио нет это надо было где-то общаться где-то быть вот именно вот этой роковой тусовки но благодаря сергея был представлен и виктор пригласил меня записать с ним несколько соло вот на их альбоме начальник камчатки но мы потом и в рок-клубе встречались еще где-то ездили на гастроли в москву выступали где-то в институтах причем проект был именно не не цой а был проект а сергей крёхина поп-механика и поп-механики были задействованы многие люди есть даже видеозапись где я играю какое-то соло а ряд а за мной стоят борис гребенщиков виктор цой и юра гаспарян они играют какие-то очень незамысловатые я могу сказать аккорды у меня шевелюра вот эта часть была все закрыта и все мы играли и все это было очень очень симпатичны и виктор цой потрясающий человек добрый отзывчивый очень позитивный также увлекался как и все мы тогда увлекался каратэ брюса блин был немножко похож на него и вот наше общение было вот и музыкальное благодаря сергей крюки на человеческой что тоже благодаря боевым видам искусств чем мы тогда все увлекались какой там еще есть вопрос да там вопрос перехода к кино техники исполнения саксофон игры расскажите пожалуйста как должна вести себя нижняя губа на лютесину нижняя губа должна себя вести очень хорошо понимаете ну вообще по идее не нужно думать о губе вот мы же когда кушаем мы же не думал том как мы кушаем да как куда она должна идти рука мы это делаем непроизвольно да это рефлекс до это рефлекс и также когда мы играем мы должны услышать ту ноту которую мы хотим взять и в принципе ничего не надо менять когда вы играете и перед искать штук между губ да и зубов вы берете она должна она естественно должно быть открывайте рот и вставлять туда идет у вас должно быть вот так когда вот у вас саксофон где-то сантиметр 2 до вас вы берете глубину штук ваш рот и вы дуете старайтесь не зажим не дуете старайтесь сделать так чтобы звук выходил без напряжения но естественно когда вы будете играть наверх невольно ваши рефлексы дадут вам сигнал что вы губы немножко напрягались и чем выше тем больше чтобы этот звук чтобы поймать то ощущение при котором трость дает именно вот этот высокий звук при тех при той клавиатуры при тех пальцев пальцовки которые вы возьмете поэтому не думайте о губах думайте о ноте которые вы должны взять и постепенно к ней идите научитесь играть также обязательно надо научиться слышать и играть обертона на саксофоне на каждом звуке особенно на нижнем на на себе моли можно взять 7 обертонов то есть у вас есть и будете себе моль через октаву себе моль у вас должен начать потом квинта через октаву получается то есть да потом у вас через две октавы уже опять себе моль то есть вам взяли то символ потом у вас должна звучать терция через две октавы рэ это я имею 20 бемоля потом еще раз квинта фа и потом ля бемоль на ноте себе моль у вас уже звучать наверху уже через две стороны октавы уже звучать ля бемоль то есть седьмая ступень седьмая пониженная ступень вот эти обертона и поэтому вы сами почувствуете ваш вы только должны услышать внутренне услышать эти ноты и тогда ваши губы сами встанут туда куда надо это рефлексы это как мы не задумывайте как лук как есть вы не задумывайте как поправить вашу прическу до в это может сделать так или так или так но вы не думаете об этом также и здесь здесь надо понять к чему вы стремитесь как что вы хотите взять услышать это и ваш организм полностью воссоздаст то что необходимо для того чтобы это это воссоздать уверяю вас но не сразу потому что организм тоже должен привыкнуть уж должны привыкнуть они должны скоординироваться и дальше вас получится ирина эдуардовна грюнова да ирина эдуардовна с днем джаза вас дорогая демиду армии и да про михаил семенович если вы рядом вот ирина дартам тоже поздравляю с днем джаза издает вопрос как строить работу музыкантам и оркестром в ближайшее время в связи с происходящим очень многие спрашивают дайте пожалуйста совет как музыкант и руководитель дорогие друзья дорогая ирина эдуардовна в данный момент надо принимать как как данный момент это не значит что все остановилось мы сидя дома можем действительно немножко взглянуть внутрь себя что мы на сегодняшний момент делаем что мы не делаем что у нас получается что у нас не получается в какой-то суете мы иногда уже не замечаем и собственных ошибок не замечательных успехов мы не замечаем иногда самих себя что же происходит ради чего поэтому эту паузу который может быть нам послал сверху высшие силы мы можем обратить внимание на то что на что мы не обращали внимание и относились и соответственно относительно этих этого понимания если мы поняли не просто жаловаться на мир может потеряли а может быть мы что-то приобрели и осмотреть что мы можем где мы где мы не доработали или переработали как строить дальше ну ну хорошо но еще мы посидим две недели ну месяц мы можем можем сидеть всю жизнь у нас все вернется на круги своя значит если совсем на сегодняшний момент плохо есть несколько организаций которые помогают или материальные или 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 финансами или просто помогать какими-то продуктами или какими-то вещами да это есть и рао на сайт рао и правительство помогает пенсионерам и так далее надо все посмотреть я просто не совсем готов к ответу в этот в этом направлении но здесь можно посмотреть совсем недавно мой фонд и условно говоря и яков михалычок он мы совместными усилиями поддержали нескольких наших музыкантов материально я думаю что если какой-то степени мой фонд помочь особо нуждающимся я думаю яков фокон как один из таких больших энтузиастов филантропов и искать людей неравнодушных тоже может могут постараться а также и другие наши музыканты мы какой цепени можем посмотреть как мы можем помочь нашим коллегам это если совсем уж плохо но от точки зрения к студии музыкантом заниматься не останавливаться посмотреть то что у них не хватало времени посмотреть до этого пошел не были работы халту я туда-сюда там сам записал переписал сыграл на свадьбе сыграл джаз-клубе улетел на гастроли летел и в общем такой суете сейчас можно остановиться посмотреть что делать оркестром но писать музыкантом заниматься готовить новые программы хотя бы в голове но вот я допустим прослушиваю все записи которые мы осуществили за последние 10 лет у нас не выпущен альбом из у нас записаны целая сиита сделано николай лиминовским бородина у нас записан цикл мусоргского у нас записаны произведение хэрби хэнкок у нас уже записаны и и сведены композиции опять же николай лиминовского основанные на музыке безе кармен си кармен 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 да кармен ситы у нас записан двадцать четвертый каприз поганини николы у нас много что записано мы и это я отслушиваю и думаю что мы должны это у нас замечательный альбом записан с аланом харрисом где он поет знаменитые песни которые раньше исполнял францинатора тони беннет и мэл тормей другие у нас полный альбом для этого записано записано и не выпущены великолепные композиции с ярославой симоновой нашей замечательной певицей и пианисткой так что вот за это время пока я немножко посмотрел назад а что у нас было сделано сколько у нас что у нас есть потом посмотрел наши выступления концертные посмотрел где что надо работать в артистическом плане в плане даже одежды в плане составление программы то есть руководителям надо смотреть и думать что сделать для того чтобы оркестр зазвучал на весь мир а музыкантам за так чтобы руководители в оркестр которые не играли могли эти задачи решить посмотреть партии подучить какие-то сложные моменты мы всем так сказать музыкантам заслали новые новый материал все смотрят учат есть чем заняться поверьте кроме того что сидеть и говорить о том что все плохо при том что все гораздо лучше чем могло бы быть на сегодняшний момент советую только запасся терпением трудолюбием и заниматься а сейчас и все восстановится потому что когда восстановится вот тут будет проблем то что не будет хватать ни сил не знаний не техники ничего поэтому надо готовиться к тому что как только это снимется возникнут большие проблемы не расслабляться карантин закончится мы справимся мы победим коронавирус вместе как говорится с партией и народу которые едины так какие еще вопросы несколько вопросов относительно образование как вы относитесь к учебникам ориенталя и к пособиям осечука я могу сказать честно что я видел учебник осечука это прекрасный замечательный пособие для музыканта который хочет импровизировать великолепный учебник с очень правильными концентрированными советами в которых собрано самое лучшее из всех пособий для джаза мировых я не видел учебник эрика морентали блестящего сахсифониста уверен что у него тоже замечательный замечательный в общем-то замечательная книга с правильными примерами с правильными вопросами с правильными ответами делается то что единственное что многие зарубежные школы они имеют они более узконаправленные до или контрюс на чем-то одном если александр осечука у него все сжато из-за того что не было возможности сделать три-четыре учебник когда вы сказали сделать один я думаю что он все что самое лучшее было всех упражнений собрал в одном если бы он допустим я такую возможность сделать это постепенно не один учебный за опять то конечно бы он сначала выпустил большой учебник по допустим там по диатоники по хроматизму по уменьшенным аккордом да там по пентатоники это все александр есть то что его педагогический опыт феноменальны его знания в этом плане все современные учебники у него есть все современные минусы у него есть все у него есть поэтому занимайтесь по тем учебникам по которым вам лучше потом по тем учебникам которые по которым вам больше хочется заниматься. Если это Александр Викторович, прекрасно. Если это Эрика Маринталя, прекрасно. Если это Джерри Бергонзи, его пять книг, прекрасно. Если это Хелл Круг, прекрасно. Это Джо Виола, прекрасно. Если это хроматический концепт Рассела, Джорджа Рассела, прекрасно. Если это пентатоники и эти, как называются, Лады, Иосифа Латифа, прекрасно. Занимайтесь только, товарищи. Играйте. Изучайте. Не важно что, не важно как. Нет, как важно. Не важно, какие из этих учебников, которые я назвал, вы занимаетесь. Главное взять оттуда то, что необходимо вам. Если это элементарщина, гаммы, секвенции, то это одно. Но если это какой-то адвенц, да, какой-то современный, сложный что-то, это другое. Но вот Александр Викторович, это как бы все сконцентрировано в одном. Там в Инстаграме довольно много запросов на интервью с вами. Наверное, лучше попросить коллег зайти на сайт Игоря Михайловича. Да, дорогие друзья, если вам нужно интервью со мной, то, пожалуйста, зайдите на мой сайт igoributman.com. Там есть контакты нашего директора, отвечающего за связь с общественностью, со СМИ, то и позвоните ей. Это Алина Кретова, замечательная девушка. Она все вам поможет и сделает. Так что пишите, с удовольствием поговорим о чем угодно. А Олег Мохов. Олег. Краснодарский. Каждый день спрашивает, кто сейчас в Америке современный саксофонист номер один или лучший вообще на вашем стиле? Ну, так сложно, сложно сказать, кто лучше. Понимаете, тем, что живы еще легенды выдающиеся. И в основном появилась великолепная молодежь и еще растет и подтягивается. Поэтому я не знаю, кто лучше. Вот такого одного выбрать, это будет неправильно. На сегодняшний момент я, мне очень нравится Крис Поттер. Я не скажу, что он лучше или не лучше, но мне нравится. Мне нравится его звук, мне нравится его мышление. Некоторые иногда в одной статье, в ревью на мой, на мой диск Magic Land или Веселая история, где я играю с Чикарей, с Джанетом, мы играем мелодии советских мультфильмов, у меня там сравнивают с Крис Поттером. Мне такое сравнение нравится. И пластинки, записи Крис Поттера с Пат Меттани, с квартетом, мне очень нравится. очень нравится, как там блестяще играет Крис. Это очень глубокий музыкант, знающий и традицию, знающий и современную музыку, слышал его несколько мастер-классов, его уроков. Блестящий музыкант. Не скажу, что он лучше, но один из моих, сейчас из ныне живущих, один из любимых моих сапонистов. Настя Иванова, про которую вы сегодня говорили, уже спрашивает вас, в какой стране вы еще не выступали? Настя, спасибо тебе большое за вопрос. Сегодня послушал, предложила вниманию поклонников твоего искусства, и на фейсбуке ты выставил свою песню, которая написала, что она вызвала большой интерес. Мне она тоже очень понравилась, и хочу тебе сказать, что ты большой, как сказать, большая молодец, что ты очень преданно музыке, и это очень, и это очень радует. Надеюсь, что мы все, когда восстановится, сможем пригласить тебя в этом году на будущее джаза. И ты надеюсь примешь наше приглашение. Что касается, где я играл, и где я не играл, я не был никогда в Новой Зеландии. Я еще не был в Бразилии. Я должен был поехать в 2016 году, мы должны были быть вместе с нашей Олимпийской сборной, но в связи с теми событиями, которые произошли, мы не поехали в Бразилию, поэтому я не был не был ни в Сан-Пауло, не был ни в Бразилии, не был ни в Рио-де-Жанейро, к сожалению. Не был я и в Индонезии, на Джакарте у нас было приглашение, но не знаю, когда в ближайшее время мы теперь сможем поехать. А так, в общем-то, во всех остальных странах я выступал, выступал со своими с ребятами из России, с моим квинтетом, мы выступали с оркестром, практически мы выступали везде, в Японии, и в Китае, и в Америке, и в Канаде, и не были еще в Мексике, правда, в Коста-Рике был, в Латемале был, в Аргентине был, не был в Болине, не был в Венесуэле, должен был быть в Южной Африке, но вот тоже не сложилось, был в Марокко, но вообще, конечно, я очень счастлив, что я музыкант, и чтобы, говоря, музыкальным искусством у меня была возможность поездить по странам, я надеюсь, еще будет возможность выступать, встречаться с людьми, и видеть, когда, что ты, действительно, доставляешь людям удовольствия, это очень приятно, особенно, когда ты за рубежом, когда не все тебя видели, когда ты стоял еще на коньках, на фигурных, да, и там в Индии, в Китае, когда приходило очень много поклонников музыки, именно местного населения, в Индии, там, мы всегда играем в большом зале, где-то мест, на, где-то 2000 мест, которые всегда заполнены до отказа, очень, это очень, очень всегда радовало нас, мы выступали с пенитетом, с Олегом Куратовым, и с оркестром, и с квартетом, было очень приятно, что фестиваль, который проходил, в котором мы принимали участие, когда принимали участие звезды, в конечном итоге, в связи с разными обстоятельствами, ездили с нашими коллегами, был и гитарист Рассел Малон, выступал, и скрипачка выступала, Реджина Картер, и выступал Хьюстон Персон, саксифонист, но в конечном итоге, по разным причинам, но потом стали приглашать только нас, я думаю, что может быть, потому что коммерческий успех был лучше, то ли мы играли активнее, то ли, я не знаю почему, но вот так были обстоятельства, это было очень, с одной стороны, жалко, что мы не могли встречать наших друзей, а с другой стороны, было очень приятно, что выбор был сделан в пользу нашего коллектива из России, также мы были в Китае, играли в китайском блюноте, в Пекине, там мы выступали тоже три дня, по два концерта в день, это были интересные гастроли, Олег Акуратов и Ярослава Симонова пели еще и на китайском, это наши солисты, и Олег Акуратов смотрит пиано и пел, и Ярослава Симонова тогда с нами ездила, она изучает китайский язык, и, в общем-то, было очень любопытно смотреть на китайских поклонников джаза, как они принимали и наш джаз, и потом, конечно, песни на китайском языке, которые мы аранжировали специально для нашего, для наших гастролей, так что учи китайский, Анастасия, может, тоже поедешь с нами в Китай, а не выучишь, не поедешь. Анастасия пишет, что я вас люблю, будьте здоровы, силы, вдохновения, очень радуюсь. И мы очень радуемся, мы тебя тоже очень любим, цень, ты растешь, и молодец, мне нравится твой посыл, самое главное, вредность музыки, это очень важно, это прекрасный пример. Дима Мойстин. Дима Мойстин пишет, сегодня вспоминал о гастролях оркестра в 2013 году, Умбрия, джаз-фестиво, джаз-жуан, Виген, джаз-фестиво, какие планы у оркестра по гастролям на будильской жизни, пожалуйста. Дмитрий Мойстин, это блестящий музыкант, Бундеркинд, даже раньше меня начал играть в оркестр Лустрема, по-моему, в 14, я, по-моему, я пришел, мне было 20, то есть, на 6 лет старше, Дима оказался в оркестр Лустрема уже в 14 лет, музыкантище, и композитор, поэтому очень приятно получить вопрос от музыканта, который, наверное, больше всех я восхищался, когда он играл в моем оркестре, когда он играл каждый раз соло, это было каждый раз эстетическое удовольствие, особенно, когда мы играли блюз, или когда играли пьесу, которая называется «Африка», с альбома «Африка Браз», но в режировке Николая Риновского она называлась «Африка Браз», тоже эта пьеса, но вообще она «Африка». И делала блестящие соло вместе с Константином Софьяном тогда на альциксафоне. А Левтина Полякова тогда играла свои интересные соло в оркестре. Да, это была хорошая поездка, мы выступали на фестивале «Умбрия Джаз», фестиваль в Перудже, мы выступали в прекрасном там театре, скорее всего, это оперный театр в Перудже, очень красивый, очень уютный. Там в прошлом году мы когда были, или позапрошлому были, там тоже на фестивале ездили, выступали, по-моему, малым составом. Там выступал Джошу Редман в этом зале вместе с Билли Хартом. Да, замечательные были тогда гастроли, мы великолепно посидели с нашими друзьями из России, из Армении. И выступили мы, по-моему, прекрасно. И также было после путешествия Уиггин-джаз-фестиваль город Уиггин под Манчестером. Там тоже был удивительный концерт. Эти концерты были, на этих концертах практически наших соотечественников практически не было, но была великолепная атмосфера, мы чуть не купили там четыре трубы, но потом решили не покупать, потому что в условиях концерта они вдруг не стали играть. До репетиции звучали, а потом в концертах не стали звучать. Но это опять же память, как мы ездили на автобусе из Уиггина до Лондона, мы ехали пять часов, как мы играли в Перудже, я думаю, про нас написали самую лучшую статью в Даунбите, об этом нашем выступлении, отметили всех наших шоксистов, наш друг, потом он стал нашим другом замечательный журналист Даунбит, Тед Панкин, Тед Панкин, один из лучших журналистов, Тед был на нашем концерте и сравнил наш оркестр, мой оркестр сравнил с тремя оркестрами мировыми, да, это был оркестр Бадди Рича, Тед Джонса и Каунта Бэйси, Тед Джонса Мэл Луис и Каунта Бэйси, и вы знаете, это моих три самых любимых оркестров, для меня это три ориентира, я бы еще назвал оркестр Ди Си Гелеспи, и может быть оркестр для меня, но сейчас современный оркестр Гуинтена Марсалеса, джаз, оркестр Джаз Линкен Центрис при участии в Марсалеса, один из моих, так сказать, план, к которому я стремлюсь, да, оркестр, на который я ориентируюсь и по программам, и по всему, по отношению к музыке, по отношению к самим себе, но Тед Панкин тогда сравнил меня с моими же любимыми оркестрами, и это было очень приятно, это было наше замечательное выступление, в котором Дмитрий Мойспан блестяще выступал, так как Лима. Помню все твои блестящие соло и в Сент-Луис-Блюзе великолепные, и плюс еще соло твои, вот это Африка и другие, и наш с тобой батл, и на батл в этом, в Этернал Трайангле, композиции Сонни Стита, и наш батл в композиции, которую сделал Николай Оливиновский, которая называлась Парижный Трофер, правда, я брал Альт, потому что было на Альту легче с тобой сражаться. Нигер пишет. Да, Нигер, вы уже писали, когда я рассказывал про Вагифа, Мустафу Заде, и про других музыкантов, с которыми мы играли, да, книгу надо писать, согласен, буду сидеть, сейчас закончу, и буду писать. Петр Селезнев из Инстаграма пишет. Расскажите, пожалуйста, о самом вдохновенном вашем соло. Понимаю, что таких было много, но какое запомнилось больше всего. Пользуясь случаем, скажу, что на последнем Триумфе вы были невероятны. Ну, вы знаете, действительно, вот, Триумф 19-го года мы выступали квартетом, выступали квартетом с Евгением Побожием, Сергеем Корчагиным, Эдуардом Зязаком, и этот концерт кто-то снял, я его смотрел несколько раз, и действительно, тоже согласен, как-то все было очень хорошо. У нас и репертуар, и небольшое выступление на 30 минут было действительно очень ярким. Но, вы знаете, совсем недавно случайно наткнулся на запись вокалиста Рахманина, который этот концерт, я даже не знал, что он записан, был концерт, посвященный памяти хоккейному клубу, который разбился, погиб в авиакатастрофе, был концерт их памяти. Играл с Юрием Башметом, играл произведение, которое даже записано у меня и делало, сделано видео, это вокалист Рахманина. И там я помню, что я играл, и когда я играл, у меня слезы просто градом текли. И, ну, во-первых, я очень люблю хоккей, знал некоторых людей, таких, как Алекс Акаповцев, был моим товарищем, еще по Нью-Йорку, когда он играл в Нью-Йорк Рейнджис, друг Алексея Ковалева и мой товарищ. Я у них, кстати, реванш так и не взял в настольный теннис, о чем очень мечтал. Ну вот, это, конечно, было тогда вдохновенно. Совсем недавно я услышал, и это было очень вдохновенное исполнение вокализа Рахманина. Но, в принципе, так все, так все не спустя. Иногда бывает, тебе кажется, что впечатление огромное, что ты великолепно писал, а потом слушаешь, и не так. Лишься на себя, думаешь, ничего не получается, а потом слушаешь, и хорошее выступление. Поэтому иногда сложно себя так оценивать или осознать, какое было вдохновение. Кстати, соло, когда я играл с Пэт Меттони в 1987 году, буквально за неделю до моего отъезда в Америку, я помню, что мы играли All the Things You Are, и вы знаете, ну все вылетало как из-под пальцев. От любой ноты строилась любая фраза, которая звучала в голове. И поэтому буквально через несколько недель после того, как Пэт Меттони вернулся в Америку, он написал, что Игорь Бутман мог бы быть одним из лучших, вошел бы в десятку или двадцатку лучших сессифонистов Нью-Йорка. То есть вот я помню, что игралось легко и хорошо, и это отметил Пэт Меттони. Но вот это я соло не помню, я помню ощущения, что ощущения были великолепны. Так что бывает, что ты помнишь ощущения от того, что у тебя все получается, что все идет туда, куда надо. Еще одно соло, которое все запомнили, и по-моему, оно даже было записано, кто-то его стер, это было в 2000-летнем году мы репетировали с Марсалисом и нашим оркестром, два оркестра мы репетировали, но одна пьеса была написана Уинтером для квинтета, и мы играли квинтетом. Композиция называлась «Асс», то есть мы, «Ю-Эс», «Асс». Играя, читая с листа, я играл в соло, и по-моему, ее снимали, эту репетицию была, ее снимали, и по-моему, она была на пленке, надо ее найти. И вот тогда, когда я играл, я видел глаза музыкантов оркестра Марсалиса. Глаза музыкантов моего оркестра я не видел, я стоял с ним спиной, но глаза оркестра Марсалиса удивленные, и я сам играл, и не понимал, а доберутся эти ноты. Думаю, господи, запомни, как ты это все играл, почему это было и спокойно, и дубли получались, и гармоники какие-то возникали. Больше такого соло я не играл. Почему, тоже не знаю. Ну вот, если говорить о том, помнили какие-то соло вдохновения. Григорий Веременников в инстаграме спрашивает, какие планы на джазовые сезоны фестиваля в этом году? Ну, вы знаете, в прошлый раз, когда я встречался с вами через, значит, благодаря такие, вот такая встреча была, да, то я говорил о том, что у нас были планы, то есть не были, а было запланировано приезд оркестра Марсалиса в интернер на джазовые сезоны в горке Ленинский. Но, как это, человек предполагает, а Бог располагает. В общем, к сожалению, в этом году это не состоится. Если у нас в горке Ленинский концерт, мы пока еще не знаем, когда, если будут разрешены открыты границы, то тогда к нам приедут какие-то гости, которые на данный момент, на тот момент, в будущем будут свободны в этот, допустим, какие-то даты, которые мы обозначим, то, естественно, мы постараемся пригласить интересных наших гостей из-за рубежа. Не знаю, будет ли это Марсалис, не думаю. Но если нет, то мы постараемся сделать интересный концерт с участием только российских звезд джаза, российских звезд, может быть, жанров, которые стоят на стыке с джазом. У нас есть планы пригласить Ларису Долину выступить с оркестром Сергея Мазаева с новой программой. Надеемся, что вот совсем недавно мы репетировали с выдающимся оперным певцом Ельдаром Дорозаковым. Сейчас это были пьесы военных лет. Но надеемся, что наш творческий союз перейдет еще в какой-то репертуар, который мы можем представить и на джазовом концерте. Выдающийся солист оперный солист Метрополитен оперы, солист Ленской оперы, Ла Скала и прочее. Но блестящий человек, великолепный человек и блестящий конечно музыкант. Это неожиданный и очень приятный опыт сотрудничества с таким вот талантом. Надеемся, что может быть и привлечем когда-нибудь и его и к джазовой в общем-то тематике. Хотя он сам стремится, ему самому очень нравится и это очень для нас важно. Еще один вопрос из Инстаграма. Как вы относитесь к фри джазу? Как я отношусь к фри джазу? Вы знаете, я отношусь к фри джазу очень положительно. И вообще я считаю, что джаз он вообще фри. вот. И кстати, сегодня ну не знаю, рассказывайте историю, что я не рассказываю. Ну мы сегодня просто делали объявление о том, что на на как я сказать есть такая платформа ОКО, которая сегодня предлагает видео фильмы и концерты онлайн, поэтому у нас будет концерт онлайн 10 мая вместе с Ильдаром Дорозаком. Сегодня мы репетировали это, мы сегодня делали, записывали анонсы. Главное в анонсе было сказать, что концерт пройдет бесплатно. Ильдар так и не смог сказать бесплатно по каким-то непонятным, но нет, понятным причинам, но естественно мы не доверили сказать слово бесплатно. Так вот, так фри джаз это не бесплатно. Фри джаз это высшая степень музыкального искусства даза. Но как добиться того, чтобы фри джаз не выглядел как набор беспорядочных звуков, как набор дилетантов, которые, к сожалению, не смогли даже выучить элементарные вещи, которые не могут объяснить, откуда у них свобода, если они даже не могут сыграть ровно гамму. Откуда взялась эта творческая свобода? Откуда может быть, если хай-хэт, это такое две тарелочки вместе, и большой барабан не совпадают, когда они по идее должны не совпадать, но не совпадают они потому, что не хватает мастерства, поэтому когда не хватает мастерства и это называют фри-джазом, мне это не нравится. Фри-джаз, который исполнял Орнет Колман, Энтони Брэкстон, Джон Колтрейн, Артур Блайд, Кишеван Маслак или какие-то другие мастера, это одно. Сесил Тейлор, я не поклонник Сесилера, но я слышу в нем работу и мастерство, его свобода, она основана, он добился этой свободы. А когда свободу не добиваются, а просто ее сразу объявляют, мне это не нравится. Поэтому здесь я еще не могу сказать, что я готов к выполнению свободного джаза. Хотя иногда, иногда для того, чтобы передать какие-то эмоции, необходимо уйти от всех границ, расширить эти границы и потом убрать их, забыть о том, что есть законы определенные гармонии. Нет законов. Эти законы сделаны для того, чтобы хоть что-то было человеческое услышано. Но когда ты превзошел все это, когда ты стал поверх этого, эти границы тут же уходят. Ты снимаешь эти оковы, которые держали тебя в рамках приличия, эти оковы, которые не давали тебе сказать всякую чушь, а когда ты всеми средствами можешь выразить эмоции, передать их, и людям это будет нравиться, люди это будут воспринимать как что-то сверхъестественное и сверх как что-то то, чего никто еще не может иметь и рассказать, вот тогда это настоящий фри джаз. И это во всех видах искусства может быть. Вы понимаете, поэтому я люблю фри джаз. Но считаю, что к нему надо очень долго идти. так как Джон Калтрейн. Я буду к этому стремиться, чтобы быть полностью свободным. А что я буду играть во время этой свободы, это уже будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Но фри джаз это не беспорядочность. Это высший порядок. Как говорит один человек, он говорит, вот у нас в Одессе тоже был бардак, но там был порядок. Игорь Михайлович, что у нас? Вопрос из фейсбук Сергей Шейн спрашивает. Скажите, пожалуйста, как вы выбираете музыкант по каким критериям? Ну, вы знаете, многие музыканты пришли, которые вышли победителями конкурса в Ростове, где я в жюри. Какой критерий? Ну, критерий эрудиция музыкальная, звук, человеческие качества, обаяние в какой-то степени. и просто мне понравился мне музыкант, у меня, допустим, у меня освободилось место там саксифа. Я знаю, что уже я не слышал, вот когда осаждался место, когда Олег Грымов ушел за оркестра, я уже слышал Илью Морозова и слышал Антона Чекурова. Или даже даже не Олег Грымов, когда уже уходил Константин Сафьянов. Свой сольный проект и к Вадиму Ленкригу. То я уже слышал Антона Чекурова, Илью Морозова, Виктора Геравкина. Ну, главное, чтобы это был музыкант, хороший музыкант, эрудированный, знающий стили, играющий уже на таком уровне, что его можно пригласить в профессиональный оркестр. Это самый главный критерий. Ну, конечно, профессиональные данные, но так как многие музыканты, опять же, прошли обучение у Александра Викторовича Осийчука и работали в оркестре Анатолия Шерча Крулова, в Академии Бэк, то это уже хорошие заявки. Поэтому этих музыкантов я, в общем-то, многих знаю, либо они рекомендованы мне тем же Александром Викторовичем. у нас играли музыканты, допустим, вот Азад был музыкант, он еще немножко играл с нами в оркестре, великолепный музыкант из Уфы, как Азад, нет, Гайнулин. Гайнулин. Да, ну вот просто действительно два саксофомиста, пока артисты у меня находятся в оркестре, я... Азад Гайфулин. Гайфулин. Азад Гайфулин. Вот прекрасный музыкант. Я бы, конечно, его взял, но я не могу больше пяти саксофомистов иметь. Поэтому вот кого-то я услышал, кого-то я пригласил. Вот Иван Акатов, последнее добавление к нашему оркестру, великолепный молодой музыкант. Но пока у нас играл Денис Суэтов, я так не могу просто вот, потому что, когда люди справляются с задачей, то я не, так сказать, не меняю музыкантов. Ну вот, а по критерии... хорошая игра. Ну, сразу слышно, что есть интеллект. И, конечно, по-тоже, проверяется, люди уже в оркестре играют. Но читка с листа у всех достаточно хорошая. Поэтому, особенно, я на этом не заостряю внимание. Но если человек не читает с листа, ну, допустим, не выучит свои партии, ну, конечно, мы с ним расстаемся, потому что человек просто не ценит того-того места, куда он попал. Но так как все более-менее играют и читают с листа, то это самый главный критерий. Вот Павел Овчинников к нам попал в оркестр, он пришел, мне его рекомендовали. И он долго разбирал свой тромбон. А нам выступать, я говорю, Паша, ну, может, вы поиграете? А он все разбирает. Я думаю, ну, хоть одну ноту сыграешь, чтобы понять, что ты, как ты играешь. Павел Леонидович. Ну, я говорю, Павел, хватит уже протирать, сыграйте хоть пару нот, чтобы можно было понять, кто вы. Он взял тромбон, пару нот сыграл, и говорит, все, вы в оркестре. И тогда нам много не надо. Вот Алифтина Полякова я услышал, по-моему, в оркестре Анатолия Кролла, Анатолия Шерыча. Девушка с огромным энтузиазмом, с огромным, так сказать, талантом вышла, играла, и было ясно, что вот такого музыканта, именно преданного делу, очень бы хотелось иметь свой маркизм. Вот где-то так все, вот такие у меня критерии. Помянка Наталья благодарит за саму Байля. Говорит, что Иркутск ждет и любит. А как я люблю Иркутск? А как мы туда всегда приезжаем и на день города выступаем перед огромной аудиторией. И эта аудитория собирается и ждет выступления своих кумиров, там, не знаю, с утра. Тысячи, сотни, ну, не сотни, ну, десятки тысяч человек всегда слушают музыку, причем разную, и симфоничную, и джазу, и потом выступают, конечно, хедлайнеры такие, как тот же Тимати или Чаев, но я скажу, что джаз, когда мы играем с оркестром, с ансамблем, мы играли с ансамблем доктор джаз, Саша Филипп, Александра Филиппова, ну, и с нашим квинтетом, то, конечно, джаз воспринимали на высочайшем уровне, было всегда приятно приезжать в Иркутск, и джаз на Байкале, один из лучших джазовых фестивалей России, с великолепным подбором музыкантов, с выступлением местных артистов, и, конечно, Александр Филиппов, главный энтузиаст, главный деятель, который мы любим и поддерживаем и ценим, ну, и, конечно, потом путешествие на Байкал, Омуль, что там еще, самое вкусное, но самое главное, энергия, энергетика, людей и озеро, Байкал, Харюса, показывает, Рома, ни разу на Бакале не было, Харюс и Емель, слышал, слышал, Алексей Шубин поздравляет нас с международным днем джаза, мы поздравляем лучшего всемирного настройщика, всемирного джаза, Алексея Шубина просто тоже с днем джаза, потому что, если бы в последнее время он дал на себя всю ответственность за весь джаз, который мы проводим, за все наши рояли, мы его благодарим и тоже поздравляем джаза, Леша, спасибо тебе, Олег Савельев пишет, в оркестре Бутмана лучший в стране барабанщик. Конечно, а как, а как может быть в оркестре Бутмана не самый лучший барабанщик в России? Конечно, но единственное, я не могу взять Олега Бутмана, который тоже один из лучших барабанщиков России, потому что мы все время спорим. И как вы думаете, кто больше всего спорит? Я. Я с ним все время спорю. Но не важно, это это шутка, Эдуард Зизак, конечно, блестит музыкант, который играет и в малых составах, и в больших. Несколько напоминает мне Ивана Юрченко, Ивана Михайловича, нашего дорогого, и по характеру, и по юмору. Но вообще Эдик, конечно, глядный человек, столько лет не терпит. Я бы уже давно бы палочкой запустил, чтобы уже не слышать. Но это важно, это очень важно в оркестре иметь такого друга и партнера, который тяжелые моменты может тебя поддержать или промолчать, или ничего не ответить. С другой стороны, блестяще выступать. Блестяще, сколько, какие он играет, так сказать, брейки свои, его сольные партии и партии во время исполнения других музыкантов, это просто счастье. Какие еще вопросы? Виктор Олесов из Вологды. Виктор. Поздравляю с днем джаза. Может быть, будет и международный день блюза. Да, вот он говорит, что помимо всего вы всегда отменно звучите. Не только лучший барабанщик страны, но и лучший звукорежиссер страны просит пару слов сказать о звучании джаза и о Евгении Пацакайло. Но что можно сказать? Вы знаете, мы в наш, стараемся привлекать в наш коллектив талантливых людей, у которых есть амбиции стать лучшими. И это очень для нас важно. Оркестр наш действительно звучит хорошо. Первое, оркестр сам по себе звучит хорошо. Но, конечно, когда мы выступаем с микрофонами, с электронными подзвучками и прочее, то, конечно, мы отдаемся на откуп музыканту, который сидит за пультом. И я считаю, что это один из главных музыкантов. Поэтому, когда Евгений пришел, он пришел к нам из Академии Игнесина, из звукорежиссерского факультета, сразу было понятно, что это человек с большими ушами, преданный музыке, который действительно с энтузиазмом бегал в Сочи, это был первый фестиваль в Сочи, мы проводили, это было в парке Ривьера, нас тогда с огромным гостеприимством принял этот парк, наш первый джаз-фестиваль, который назывался тогда еще Аква-джаз. И тогда Женя один бегал от сцены, от сцены, по сцене, от сцены до пульта, это было приличное расстояние. Я видел, как он бегает, я видел, как он старается, то это уже было понятно, что это очень талантливый, способный и преданный делу человек. Конечно, мы стали брать его на все наши гастроли и даже в Америку. И важно было то, что Женя работал с выдающимися звукорежиссерами мировыми из звукорежиссера Уинтона Марсалиса. Как его зовут? Дэвид? Дэвид Ричардсон, по-моему, нет, нет, Дэвид Ричардсон. Сейчас я спорю, как его зовут, но у Уинтона своя концепция звуковая. Все старается сделать так, чтобы было все естественно. Практически все время акустически, никаких мониторов нет. Женя набирался опыта у этих, у всех звукорежиссеров, с которыми он работал на триумфе джаза. Многие коллективы приезжают в своем мире. У Жени это был каждый фестиваль, каждое выступление за рубежом и приезд зарубежных наших коллег. Это был мастер-класс, который Женя с блестящей ему талантом и блестящей рабоспособностью воспринимал. Поэтому он стал тем, кем он стал. Он великолепно разбирается. Много работал в студии вместе с Джеймс Фарбером, когда мы записывались в Америке. Он работал с звукорежиссерами Амаджа Мала, великолепный звукорежиссер. Работал с звукорежиссером, который приезжал в Сан-Марио, опек. Ну и с очень многими. С Белли Камовым, с Дэв Грузиным, и многие музыканты, поэтому все джазовые группы, которые выступали на зарубежную на трюмфе джаза, всегда приезжали к своим режиссерам. Он смотрел, анализировал, сравнивал, делился опытом. Многие у него потом сейчас смотрят, что он ставит на рояль, какие микрофоны, куда он ставит, как он их балансирует. Так что Женя стал замечательным профессионалом, воспитывает сейчас своего тоже в какой-то степени ученика и другой стороны нашего второго звукорежиссера Евгения Артемкина, который тоже интересуется. Никогда не боится никаких задать вопросов, что тоже очень важно. Интересуется, нравится, не нравится, как все прошло. Это для нас очень важно. Его мнение о нашем выступлении тоже всегда для меня важно. Я спрашиваю, Женя, ну как? И он говорит, Игорь, блестяще. А почему он так говорит, знаете? Потому что я его просил. Как бы мы плохо не сыграли или хорошо, всегда говорит, блестяще. Мы потом сами все послушаем, все решим. Поэтому Женя в этом плане и прекрасный человек. Так что, конечно, большое спасибо за вопрос. Всегда надо было в этот день джаза надо, конечно, благодарить его, потому что это главный режиссер всех наших фестивалей и, конечно же, оркестры нашего кинетчика. Игорь Михайлович, Александр Суворов в Фейсбуке очень много вопросов задал. И у нас совсем немного времени не дается. Вот такой вопрос. Как-то в джазовом клубе, в клубе вы ответите на этот вопрос. Левиновский ответил, куда идет джаз? Забыл вопрос. Куда идет джаз? Может быть, вы ответили? Кто задал вопрос? Левиновский. Левиновский вопрос задал кому? Пространство. Куда идет джаз? А куда всем идем? Мы идем в джаз. А джаз идет вместе с нами. джаз идет светлая, прекрасная. Джаз – это музыка. Джаз – это часть нашей культуры. Джаз – это часть нашего бытия. Наша задача именно нашей музыкой вести людей к хорошему, к светлому, к хорошему настроению, к свершениям. А куда он идет? И какие средства нужны для того, чтобы делать людям хорошо, чтобы делать им так, чтобы они задумались, чтобы они что-то решили познать новое для себя? Это наша задача. Поэтому талантовые люди поведут за собой других людей. Вдохновят их на то, чтобы придумали вакцину от всех болезней, чтобы люди могли путешествовать в пространстве, летать на Луну, на Марс. На Солнце не надо лететь, потому что, как говорится, горячо. Но, помните, это не только Дмитрий Ильич, надо лететь на Солнце. Американцы уже на Марсе вышлились. не только надо лететь на Солнце, можно там Солнце можно сгореть, он говорит, ну ничего. Они, бураки, ночью полетим. Так что, мы тоже на Солнце полетим ночью. Тем более, что джаз начинает звучать вечером. Вот после джаза все полетим. Вот туда и стремится джаз. Какие вопросы еще будут по существу? Ну, я думаю, что может быть, может быть, имеет смысл сказать нашим дорогим слушателям, что мы на две недели продляем эфиры. Да. Мы на две недели, дорогие друзья, продляем наши эфиры, а может быть, когда выйдем из карантина, выйдем из режима самоизоляции, ограниченности, то, может быть, продолжим разговор. И вы, если у вас будет возможность, пишите ваши вопросы, о чем бы вам хотелось бы поговорить. Пока силы есть, можем, что-то обсудить. Вообще нам надо посмотреть, что нам нужно сделать для того, чтобы нашей музыки, всей музыки, кроме академической, все-таки поднялся другой уровень. Все-таки вот как раз сегодняшняя встреча с Эльдаром Аддорозаковым показала, показал некоторые аспекты образования именно классической музыки, даже в пении. Может быть, когда-то еще много лет назад, может быть, не такое количество наших исполнительных оперных были мировыми звездами, мировой оперы. Сейчас, пожалуйста, Постоянно Нетребко, Пожалуйста, Эльдар Аброзаков и Сергей Скороходов и Ольга Перетядько и так далее, и так далее. Всех сталкиваясь сейчас, благодаря обстоятельствам, сталкиваясь с миром оперы, понимаешь, начинаешь ценить некоторые вещи, да, но у нас были оперные гивы Елена Аброзова, Ирина Вишневская и прочие, да, наши звезды, но все-таки сейчас такое ощущение, что гораздо больше, это тоже как-то вызывает хороший позитив, но и мы должны совершенствоваться и в нашем искусстве, поэтому мы должны поговорить о каких-то вещах, о которых мы, может быть, я говорил, но и говорил об этом 12 лет назад, но это было как-то так спонтанно, это был, так сказать, импульс, но надо им и молодежь подключать к таким разговорам о будущем джаза, о будущем зрителей, о том, что мы должны еще такое подготовить, чтобы джаз не потерял свой, джазу не потеряли интерес и молодежь, и люди любого возраста. Это наша задача, это наша цель, то есть действительно вопрос, куда идет джаз, из такой точки зрения, а останется ли у него слушатель, а будет он также актуален с его импровизациями, с его там раскрепощением, сбросом, так сказать, всех оков, будет ли он интересен зрителям, вот может быть, этот вопрос мы имели ввиду, куда идет джаз, чтобы не потерять наших зрителей, мы должны обсуждать, мы должны растить новых звезд, ярких, давать их дорогу в жизнь, это, с одной стороны, конкуренция, это может быть сместит нас с педестала, но с другой стороны, педестал будет шире, нам будет больше места, не так нас много во всем мире джазовых музыкантов, именно не занимающихся джазом, не говорящих о джазе, не обижающихся за то, что они не при джазмене, а именно джазменов с концепцией, джазменов с идеями, джазменов, добивающихся успеха музыкой, поэтому мы все должны собраться и посмотреть, что нам не хватает, о чем мы можем поговорить, каким опытом могут поделиться я, каким опытом поделиться джазмены старшего поколения или среднего поколения, добившихся успеха, и знающих таких, секреты, того успеха, поэтому об этом тоже надо говорить, если у вас есть вопросы, давайте готовьте о том, чтобы мы имели темы для будущих разговоров, потому что мне лично поговорить нравится, тем более говорю только я один, никто не спорит со мной, ни брат мой, ни Вадим Семенович Олен Крик, ни Данил Борисович Крамор, ни Андрей Вадим Кондаков, так что Недавид Семенович Голощокин, поэтому мне приятно говорить, у меня же может скоро все закончится, поэтому давайте думать, о чем мы хотим поговорить, какие вопросы будут задаваться, и как мы какие-то вещи можем вдохновить нашими, так сказать, разговорами, вдохновить на будущее свершение наших джазменов. Большое спасибо, с вами был Игорь Бутман, Бутман, Игорь был с вами. Игорь Михайлович, с вашего позволения, добавлю, что, дорогие друзья, мы ждем вопросы для Игоря Михайловича на почту stayhomesobaka ibmg.ru и ждем вас на встрече с Игорем Михайловичем в Фейсбуке и Инстаграме 7 и 14 мая. Запомнили? 7 и 14. Stay home. Что там? Собака ibmg.ru Stay home собака ibmg.ru Stay home собака ibmg.ru Good night. субтитры Игорь Негода